Добрейшего утра. Дорогие друзья, решил прогуляться до рабочего места. Это первое утро в новой должности в Хабаровском крае. На новом месте Михаил Дегтярев сразу обзавелся полезными привычками. На работу решил всегда ходить пешком, чтобы во время утреннего променада слышать глаз народа. Претензии их это, что закрываются предприятия, плохо платят налоги, никаких инвестиций не делают больших, особенно крупные федеральные компании. Десять минут общения с прохожими и вот у временного главы список первоочередных задач на ближайшее будущее. Дело нового главы не в проворот. Учебный год и отопительный сезон не за горами. Коронавирус не побежден, зарплаты вовремя не платят. В первый месяц именно столько Дегтяреву отвели в качестве испытательного срока, он планирует совершить вояж по краю. Город юности легендарный и предприятие, где производят суперджеты. Я как инженер, вы знаете, аэрокосмический, с огромным интересом, просто для себя хотел бы на это предприятие посмотреть. Дегтярев всегда мечтал достичь высот, окончил аэрокосмический лицей и вуз в родной Самаре. В руках у преподавателя русского языка Елена Бондарчук итоговое сочинение Миши Дегтярева. Нельзя, то есть закон начинается с нельзя, тратить время безрассудно, откладывать на потом домашние задания, полезные для ума и духа вещи, а именно чтение книг и учебников. Третье, нельзя обижать людей. Вот это Миша 98-го года, я думаю, что это легло в основание личности, это уже было и стало основанием его личности. Студентом Дегтярев примкнул к идущим вместе. В нулевых самый быстрый политический трамплин для молодых активистов России. Был убежденным единороссом и даже с супругой познакомился, вложив записку в брошюру «Послание Путина Федеральному собранию». У пары уже четыре сына. В 2004-м, в 23-е годы Дегтярев стал депутатом Самарской думы. Судьбоносная встреча с Жириновским случилась в 2005-м. Дегтярев приехал в столицу по делам. На Ярославском вокзале в тот момент провожали агитпоезд ЛДПР. Дегтярев подошел к Жириновскому и представился. А Владимир Вольфович взял и пригласил юного провинциала в тур по стране. Дегтярев стал личным помощником главы партии и регулярным партнером по походам в баню. В 2013-м там даже провели один из брифингов во время выдвижения Дегтярева кандидатом в мэры Москвы. Это же совершенно другая форма общения. Здесь же вода, пар, люди. А ты в ванной стоит один. Потерся, смыл и что это? Дегтярев много взял от своего наставника. Будучи депутатом Госдумы 6-го созыва, прославился своими эпатажными инициативами. Предлагал запретить доллары в России, давать женщинам выходные в критические дни и ввести ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку для защиты культурного кода. Идеи не вышли за рамки обсуждения в профильных комитетах Думы. В Думе 7-го созыва Дегтярев стал уже председателем комитета. Это уровень федерального министра. Потом окончил школу губернаторов при Академии госслужбы и вошел в президентский кадровый резерв. Серьез готовился войти и в отряд космонавтов. Но после беседы с Путиным выбрал другой полет. Восьмичасовой перелет в Хабаровск. Паретивые сотрудники, пока я летел бортом авиакомпании «Россия», назначили на 16.00 пресс-конференцию мою. В самолете я не спал, говорю откровенно. Знакомился с документами. Партийные предпочтения хабаровчан Москва учла. Дегтярев, как и фургал, либерал-демократ. Но к новому хабаровскому в Рио жители отнеслись неосторожно. Люди культурные, улыбаются, говорят «Здравствуйте», «До свидания». Могут, в принципе, и нахер послать. Но, вы знаете, я тоже могу. Те, кто кричат «Дегтярев, уходи», не уйду. Потому что работать надо, понимаете. Главный аргумент противников назначения – Дегтярев варяг. Для хабаровского края он никто. Правда, Олеся Смирнова с этим готова поспорить. Ей Дегтярев помог вернуть из США украденную мужем дочь. Год назад Дегтярев приезжал в Хабаровск проверять спортивные объекты. От людей услышал Олесину историю, подключил знакомых, разыскал дочь Вику по линии Интерпола. И да, с краем его тогда вообще ничего не связывало. В Америке понравилось? Нет. Рада приветствовать вас в нашем городе. Спасибо. Я уверена, что очень скоро добьетесь расположения и уважения всего народа хабаровского края. Главное – делами. Для меня – уже. Ну и хорошо. Все сказано, все сделано. Можете подержать? Она целоваться полезет. Ой! Ну, красотка. Такая классная. Первые дни во главе края стали для Дегтярева боевым крещением. Навестил возвращенного ребенка, сходил в красную зону ковидного госпиталя, заручился финансовой поддержкой федерального центра. Премьер Михаил Мишустин пообещал выделить краю миллиард 300 миллионов рублей. Господину Дегтяреву, наверное, выигрышно будет с одной стороны стать таким же эффективным хозяйственником, как предыдущий губернатор, а с другой стороны продемонстрировать, что у него не на словах, а реально на деле есть лоббистский интерес, лоббистский, точнее, ресурс в федеральном центре, который он конвертирует в конкретные цифры. Цифры инвестиций, цифры рабочих мест и так далее. Демонстрировать свои ресурсы Дегтярев поехал в Советскую гавань. Люди жаловались на плохие дороги и неблагоустроенные дворы, а в некоторых поселках до сих пор нет газа. Выберите пару человек, кто ко мне будет постоянно приезжать. Есть глава, это понятно, есть депутат, у него тоже своя архитектура, свои партийные интересы. Я напрямую хочу с народом общаться. В Рио намерен вернуть Хабаровскому краю прежнюю значимость для Москвы. Опыт, полученный в ЛДПР, здесь очень пригодится. Слушайте, если для того, чтобы хабаровщанам жилось лучше, мне придется париться с большими начальниками в бане, я с удовольствием буду это делать. Поэтому по бане прошу с пониманием отнестись. Кстати, посоветуйте мне баню в Хабаровске. При этом Дегтярев обещает, надолго в крае он не задержится. Уверен, с Фургала скоро снимут обвинение в убийстве. Правда, следствие в виновности эксгубернатора не сомневается, как и вдова предпринимателя Евгения Зори, с которым Фургал не поделил когда-то бизнес. Я смотрю, что происходит на улицах в моем городе и других дальневосточных городах. И хочу сказать, люди вас обманули. Сергей Фургал преступник и убийца. И на месте моего мужа мог оказаться любой из вас, кто бы осмелился встать на пути Фургала. Я знаю, что у нас в крае много проблем, но решать их должны достойные, хорошие люди. Кстати, известный плакат. Я дошел до здания правительства напротив больницы. Мы просим тишины. Оригинально. Давайте друг друга уважать. Я пошел на работу. Анна Зеркач, Александр Зазуль, Александр Терзинов. Программа «Вместе. Россия».